Здравствуйте! Предлагаю вам связать узор с шариками или с квадратиками. Это зависит от того, насколько тонкая и эластичная у вас пряжа. Такая фигурка и получается. Шарики можно провязывать рядочками, а можно в шахматном порядке. Я вам предлагаю вариант в шахматном порядке. Причем у меня, вы видите, все шарики одного цвета. Можно делать разные, если вы будете отделочную нить. Брать разную для каждого ряда отделки. Данный узор это просто петли с накидами. Выдвигаем в определенном порядке. Одна игла в переднем положении, три в рабочем. Одна в переднем, три в рабочем. Если лениво выдвигать руками и нет отборной гребенки один к трем, можно взять нашу стандартную один к одному. Немножко вперед выдвинуть иглы. И уже через одну иглу поставить вперед. Так гораздо проще, чем контролировать иглы руками. Включить рычаги частичного вязания и провязываем четыре ряда. Еще раз. Отделочная нить желательно тонкую брать. Игла из переднего положения в рабочие. И тоже четыре ряда основным цветом. Ряд шариков готов. Если вы будете вязать шарики рядами, ставите в переднее положение ту же иглу, с которой начинали. Если же мы шарики будем вязать в шахматном порядке, через одну. Отметили нужную иглу. Отборной гребенкой выставили немножко вперед все иголки через одну. И уже руками проще контролировать такой порядок, чем выдвигать иглы изначально. Ставим отделочную пряжу. Четыре ряда. Убираем отделку. Иглы в рабочее положение. Четыре ряда основным цветом. И так далее. Просто, быстро, эффектно. Можно таким образом оформлять все изделие. Можно выполнять несколько отделочных полосок. Будет тоже очень симпатично. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить другие материалы по машинному вязанию.